Церемония открытия на чтениях занимает несколько минут. Участники тут же приступают к докладам. Русский народ в становлении, развитии и защите Отечества в 17 веке. Эта тема проходит красной нитью через все 60 выступлений. Исход смуты решили люди из низов. Кубец Кузьма Минин, крестьянин Иван Сусанин, многочисленные ополченцы и жертвователи, на чьи деньги было собрано ополчение Минина и Пожарского. Народ впервые заявил о себе как о самостоятельной силе. Выбранная на Земском соборе новая власть не только стала с этим считаться, но и делать на это ставку. Государство, которое возникло после Земского собора, это новая Россия. При Романовых значение родовой аристократии сознательно на протяжении нескольких поколений урезалось, уничтожалось. И в конце концов победил государственный принцип, принцип службы. Благодаря этому талантливые люди из низов получили возможность служить Отечеству в полную силу. И страна из маленького московского царства менее чем за столетие становится империей. Надо очень тонко понять, что Романовы дали не с точки зрения даже собирания империи, а как Романовы отразились на ментальности русского народа. Когда мы говорим о Костроме, мы часто говорим, что костромичи, они ментально несколько другие. Они в большей степени патриоты. Задачи на ближайшие годы историки, выступавшие на романовских чтениях, ставят в создании школьного учебника, где бы история государства в последние века была дана наиболее полной и непредвзято. Такую задачу перед учеными поставил и президент Владимир Путин. В течение очень длительного времени изучали историю по принципу, что наши предки не сделали по сравнению с тем, как мы считаем нужным. Вот они должны были бы поступить. Вот что им было не сделано в каждую конкретную эпоху. Если мы хотим себя уважать, нам нужно рассказывать о том, а что они сделали. Ведь они же не знали, как мы на них будем смотреть. Вот если учебник будет построен по принципу, что было сделано, это будет очень интересный учебник. Ну а что было сделано в государстве и как оно развивалось после окончания смуты и до 1917 года, уже сейчас можно узнать на выставке «Триумф империи Романовых». Она открылась под открытым небом в начале проспекта мира. На стендах рассказывается о неизвестных фактах российской истории тех лет. Так, к примеру, первый трудовой кодекс в России с правами рабочих был издан при Екатерине II. В Англии и Франции этот российский закон в те времена нельзя даже было цитировать, он читался крамолой. Романовские чтения — это лишь начало торжеств, посвященных 400-летию окончания смуты. Выставки, презентации, научные конференции пройдут в течение всего года и не только в Костроме, но и в Москве, Питере, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.